Древняя Руси Слово «посак» по данным исследователей применялось в уничижительном смысле, означало оно «пьяница» или «лентяй». Именно так деревенские жители представляли себе среднестатистического горожанина. Новое толкование слова «посак» способно изменить взгляд на многие берестяные грамоты и иные древнерусские документы. Там довольно часто встречаются слова «посадничать», и до последнего времени считалось, что оно применялось лишь к посадникам, главам городов, которые назначались князьями. Ученые из Австралии доказали, что физические нагрузки улучшают память. Для удачной сдачи экзаменов необходимо раз в день выходить из дома на пробежку. Один из организаторов эксперимента рассказал о том, что провел исследования на своих детях. Одному ребенку он заставлял выполнять несложные физические упражнения после уроков, а второго не беспокоил. Нетрудно догадаться, чьи оценки в школе стали лучше. Ученые объяснили такой феномен тем, что во время физической активности мозг начинает вырабатывать нейромедиаторы. Эти вещества способствуют производству белка, который помогает расширить границы памяти в мозгу. Теория разработана благодаря небольшому количеству людей. В будущем ученые планируют сделать это исследование более масштабным. Группа шотландских ученых во время археологических раскопок на стоянке времен Новокаменного века Скара Брей в Шотландии обнаружила огромное количество останков полевых мышей, после чего они пришли к выводу, что первобытные люди питались грызунами и вполне возможно, что такое мясо считалось у них деликатесом. Прибывшие изучить эту уникальную находку биологи сделали вывод, что древние европейцы употребляли в пищу мясо грызунов не из-за голода, а ради удовольствия, поскольку основа всех блюд у них составляла мясо крупного рогатого скота. Ученые предполагают, что такие деликатесы готовились для детей. На некоторых косточках остались следы от огня, по-видимому, животных жарили. Это были самые-самые новости науки на сегодня. Пока!